В Твери полным ходом идет благоустройство улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В нашу редакцию со всех уголков города поступают обращения от жителей, которые зачастую становятся свидетелями, а порой, по их словам, и заложниками процесса ремонтных работ. Мы несколько раз выезжали на места и выслушивали суть их претензий. В последнее время горожан все больше волнует вопрос благоустройства тротуаров. Жители Брусилова не могут понять, почему в их оживленном микрорайоне до сих пор нет удобных тротуаров и пешеходных переходов. А на улице Ротмистрова приводят в порядок тротуар по весьма сомнительным и даже опасным технологиям. Городские чиновники прокомментировали ситуацию. О том, что ждет пешеходов, в нашем следующем материале. Дорожная техника в этом году появилась сразу на нескольких улицах города. Сейчас активно идет ремонт тротуара на улице Ротмистрова. Сам процесс ремонта вызывает у жителей недоумение. От края отломаны ломтями куски асфальта, везде неровные местами даже острые углы. А под ними глубокие ямы, в которые, провалившись ненароком, можно отправиться к травматологу. Вот что рассказали наши съемочные группы сами жители улицы Ротмистрова. Насколько неудобно ходить вообще по таким тротуарам? Очень неудобно. Конечно, неудобно. Идешь и оглядываешься. Хотя бы одну сторону сделали, чтобы можно было на каком-то, а то все изрыли сразу. А это новый жилой массив Брусилова. Высотки на поле выросли несколько лет назад. В прошлом году открылся еще образовательный учебный центр. Только путь к знаниям для юных жителей микрорайона оказался тернист и опасен. У граждан накопилось много претензий к дороге на улице Снабрюкской. Частичное отсутствие тротуаров. Новенькая узенькая дорожка, вымощенная плиткой, резко обрывается и начинается полоса из грязи. По дороге ходим. Вот так вот прямо. Страшно? Страшно. Потому что там нет даже перехода, нет полосы. Ну так, машин нет, побежали. Ко всему прочему, поблизости ни светофора, ни пешеходного перехода. Дети вынуждены ходить в школу, утопая по колено в грязи и воде. Либо рисковать здоровьем, обходя месиво по проезжей части. Большая просьба, чтобы действительно для детей создали условия. Элементарный тротуар, элементарные светофоры, регулируемые. Или вот с кнопочкой, самый упрощенный вариант. Ребенок нажал, прошел спокойно. Иначе их не пропускают детей. Машины едут и едут. Вот это очень больной вопрос. Будут ли услышаны просьбы и пожелания граждан? Мы отправили запрос в администрацию города. Однако, исчерпывающего ответа на поставленные вопросы так и не получили. Жители и, соответственно, нашу редакцию интересовало, какие меры безопасности предприняты на время ремонта тротуара на улице Ротмистрова. И то, будет ли сделана подобающим образом пешеходная дорожка на Оснабрюкской. И появятся ли там пешеходные переходы. На семь бед у чиновников всего один ответ. Работы выполняются двумя подрядными организациями. АБЗ «Дорстрой» и «Экадор». Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, приложенным к контрактной документации. Также контролируются качества выполняемых работ и объемы, утвержденные в проектно-сметной документации. Что касается дополнительных работ, то это возможно в перспективе при наличии финансирования и в рамках капитального ремонта, а не текущего. Окончание ремонтных работ не за горами. И вопрос о том, как будет проходить их приемка, становится все актуальнее. Ведь пока претензий к качеству, срокам, объемам работ со стороны горожан меньше не становится. Мы продолжим следить за этой темой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!